Когда сдают нервы и опускаются руки уже не до олимпийских медалей, рассказывает Ольга Кошелева. Но силы преодолеть себя найти нужно. На конференцию приехала из Саратова. Давно для себя решила, свяжет свою жизнь со школой. Мечтает стать учителем физкультуры. Передавать знания подрастающему поколению и интересно и благородно, уверена Ольга. Сама помимо учебы активно занимается спортом. В Самару приехала рассказать, как должен относиться к трудностям настоящий спортсмен. Он должен идти на риск, но не со всей головой. Это нужно что-то около среднего или чуть выше среднего показателя. И, соответственно, он должен адекватно понимать свою самооценку. Тогда он, в принципе, будет успешный и может добиться многих результатов. В Самарском училище Олимпийского резерва эта конференция проходит не случайно. Десять лет назад, будучи директором учреждения, Гарри Корнаухов провел первый научный форум для специалистов и студентов. Готовить нужно не только спортсменов, но и специалистов отрасли, тренеров, врачей, спортивных психологов, уверен Гарри Захарович. Результаты уже есть. Четверо самарских победителей конференции за эти годы стали кандидатами наук. Все больше и больше количества училищ желают принимать участие. То есть вот это движение подхвачено именно в сочетании учебного процесса и спортивного процесса, как его совершенствовать вместе, а не по отдельности. Физическая культура – один из приоритетов государственной политики сегодня. В Министерстве спорта России высоко оценивают значение конференции. Мы занимаемся для того, чтобы наши студенты училищ Олимпийского резерва и нашей вообще всей России имели понимание, что они делают и как они дальше будут в этой профессии работать. Конференция продлится в Самаре до 28 марта. Анастасия Зубрева, Максим Гусев. События. Я не могу похвастать, что это действительно. Олимпийский вес. Продолжение следует. Продолжение следует...